Специально пришел, чтобы устроить поджог или такое желание возникло случайно, предстоит установить полицейским. Они задержали подозреваемого в вандализме. Вот кадры с места происшествия. 17 декабря в Усть-Куте хулиган поджег венки на мемориале погибшим в Великой Отечественной войне. Предполагаемый злоумышленник, 27-летний местный житель, в момент совершения преступления находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Чтобы вычислить его, сотрудники правоохранительных органов опросили жильцов в более 600 квартир и изучили десятки часов записи с камер наружного наблюдения. Видеокадры помогают и нам изобличать нарушителей правил дорожного движения. Делаем мы это каждую неделю в традиционной рубрике «Автохам». Далее очередной ее выпуск. Автовладельцам не стоит забывать о том, что за их манерой передвижения могут пристально наблюдать со стороны. Вот и сегодня по традиции мы решили провести рейд по выявлению дорожных хамов. Вместе с водителем и оператором отправляемся в небольшой тур по улицам Иркутска. Не проходит и пары минут, как вот он, первый нарушитель. Почему-то водитель кроссовера решил, что включать поворотник можно по настроению. Едем дальше. Район центрального рынка по праву славится интенсивным движением, особенно в канун новогодних праздников. И если большинство автовладельцев все-таки стараются придерживаться правил, то водителю этого автобуса закон не писан. Поворотники он включил заблаговременно, но почему-то решил, что с крайней правой полосы можно спокойно уходить налево. Не заботится ни о себе, ни о других и водитель этого минивена. Он решает остановиться под запрещающим знаком, причем сами автовладельцы отмечают, что такое нарушение одно из самых распространенных. Они паркуются неправильно. А чем можете объяснить вот это все? Парковок мало. Малопарковочных мест и тем, кто приезжает в один из бизнес-центров Иркутска, не один, не два и не три, а больше десятка автовладельцев, решили, что идеальное место для стоянки под знаком кирпич. Размер штрафа за такое нарушение варьируется от 500 до 5000 рублей. Максимальное наказание – лишение, правда, полугода. О мотивах нарушителей остается лишь только догадываться и нам, и законопослушным водителям. А в каких, может быть, районах Иркутска это чаще всего встречается? В центре. В центре? А с чем связываете? С невнимательностью. Говорить о невнимательности иркутских водителей можно бесконечно. Буквально за пару часов рейда мы зафиксировали около двух десятков нарушений. И, разумеется, смогли сделать определенные выводы. Как показал сегодняшний рейд, иркутские водители нередко забывают про поворотники. А, между прочим, за это сотрудники ГИБДД могут наказать. Такое нарушение влечет за собой предупреждение, либо административный штраф. Возможно, для кого-то 500 рублей не такая уж большая сумма. Но ведь штраф – это меньшая неприятность из тех, которая может произойти. Гораздо страшнее, если из-за чьей-то невнимательности и беспечности случится авария. Маргарита Колесникова, Марина Минченко. Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова